Если Америка хочет сократить уровень углерода в энергетической сфере, то ей придётся использовать больше газа и меньше угля. Тревор Сикорский, Energy Aspects. В США наблюдается избыток предложения природного газа после очередной мягкой зимы, учитывая слабый спрос на коммунальные услуги и значительные складские запасы, как измениться стоимость природного газа. «Если говорить о США, то в этой стране мы действительно видели снижение стоимости природного газа. Цена снизилась до отметки в 2 доллара 60 центов или 2 доллара 70 центов. Согласно прогнозам, в течение нескольких следующих недель погода может быть более прохладной, и это способствовало откату цен. На рынке газа в США мы видим повышенную волатильность, и она, скорее всего, сохранится до конца года. Вероятно, цена не превысит отметку в 3 доллара». Аналитики в энергетической сфере прогнозируют, что спрос на природный газ в США не будет значительно изменяться в течение следующих пяти лет, что спровоцировало начало такого бокового тренда, и что может стать причиной снижения спроса. Интересный момент в том, что мы не видим значительного сокращения спроса на природный газ в США. Если посмотреть на различные секторы, то мы видим, что, скорее всего, в коммунальном и коммерческом секторе показатель спроса не будет существенно увеличиваться. В течение нескольких последних лет газ активно использовался для производства энергии. Вскоре начнут работы новые электростанции, и это может способствовать небольшому усилению спроса на газ. Если говорить о промышленном секторе, то вскоре планируется открытие нескольких крупных нефтехимических предприятий. Это также может оказать восходящее давление на спрос. В целом, спрос на газ в Северной Америке формируется за счёт газопроводов в Мексику. Существует множество проектов по строительству новых газопроводов, и таким образом общая пропускная способность будет увеличиваться в будущем. Соответственно, США будет экспортировать значительные объёмы природного газа в Мексику. И второй канал формирования спроса – это сжиженный природный газ. В прошлом году открылось несколько предприятий для сжижения природного газа. И в этом году их количество только увеличится, как и в течение нескольких следующих лет. И это даст возможность США экспортировать значительные объёмы этого ресурса в разные страны, включая Европу. Действительно ли Америка стала слишком зависима от природного газа? Я так не думаю. Если говорить о зависимости США от природного газа, то я хочу отметить, что спрос на этот ресурс действительно увеличился в течение нескольких последних лет. Но США всё ещё довольно активно используют уголь для производства энергии и для других целей. На самом деле, если Америка хочет сократить уровень углерода в энергетической сфере, то ей придётся использовать больше газа и меньше угля. В целом, сейчас прикладываются усилия для сокращения использования углеродного топлива в энергетике. Эта программа стартовала ещё при Обаме. Но, скорее всего, Трамп не будет оказывать такое же давление на энергетическую сферу. И поэтому, вероятно, текущее сочетание угля и газа в энергетике сохранится на протяжении следующих четырёх или восьми лет. Тревор, спасибо за ваши комментарии. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Всего доброго. Оставайтесь на Дубаскопе ТВ. Продолжение следует...